С огорода на Кремешках неизвестные похитили две металлические бочки. Ограждения на участке не было, поскольку хозяин менял забор. Еще одно сообщение об ограблении поступило от жителя улицы Рубиновой. Он рассказал, что с его участка воруют кирпич. В этот же день, только уже в 7 вечера, чуть попозже зарегистрировано заявление гражданки П, проживающей в этом же доме на улице Рябиновой, о привлечении к ответственности бывшего мужа, гражданина С, который препятствовал вывозу со двора дома, принадлежащего ей кирпича. Бывшие супруги делят имущество. Еще одна история произошла на праздниках в парке имени Зернова. Случай попал на камеры видеонаблюдения. Компания из четверых подростков подошла к комплексу. Один из них решил отличиться и продемонстрировать свою физическую силу. Молодой человек забрался на ограждение, стал на нем прыгать и сломал. Полиция устанавливает личности хулиганов. Также полицейским предстоит выяснить, кто украл интимные фото соровчанки. Девушка со своей страницы ВКонтакте отправляла фотографии интимного характера своим знакомым. Страницу взломали и за нераспространение этой фотографии у девушки потребовали 3000 рублей. С чем она обратилась в полицию. Проводится проверка. Кроме того, на прошлой неделе в полицию обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который забрал ее сын на телефон и нанес ребенку телесные повреждения. Гражданина нашли, однако у него оказалась своя версия событий. В своем объяснении мужчина заявляет, что дети кидали камни в его машину, тем самым повредили ее, после чего он подошел к одному из детей и забрал телефон, для того, чтобы позвонить родителям для возмещения ущерба по факту повреждения машины. Мужчина телефон вернул. По данному факту проводится проверка. Кроме того, на дорогу города сотрудники ГИБДД остановили троих пьяных водителей. Одна из них, 37-летняя женщина, ранее была лишена прав за езду в нетрезвом виде. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.